Минувшая новогодняя декада была отмечена в области не только праздничными событиями, но и чрезвычайными происшествиями. В ряде случаев погибли люди. Одни пали жертвами не знающего меры застолья, другие лишили жизни в результате дорожно-транспортных происшествий. И даже братьям нашим меньшим эти каникулы принесли экстремальные ощущения с отчетом у пострадавших Зои Рыжкова. Главная беда новогодних каникул – пьяные ссоры, которые, как правило, и становятся причиной убийств. Оружием в этом случае оказывается все, что попало под руку. Бейсбольной битой был убит 18-летний житель Рыбинска. В Ярославле на улице Труфаново ссора закончилась смертельным выстрелом, а на улице Углической молодая женщина защищалась от своего пьяного дедушки кухонным ножом. Сама же сообщила в полицию об убийстве. На дорогах области в праздничные дни погибли три человека, все пешеходы. Более 40 получили различные травмы. Эта авария произошла 1 января на юго-западной окружной дороге недалеко от деревни Суринская. Форт Фокус столкнулся с 12-й моделью «Жигулей». Водителя на скорой отвезли в больницу. 3 января на Тутаевском шоссе въехала в кювет фура. Во время поворота больший груз не смог удержаться на дороге и опрокинулся. Чтобы его вытащить, потребовалась тяжелая техника и инструменты городских спасателей. Дерево, которое оказалось на дороге, пришлось спиливать. Вся операция заняла несколько часов. 6 января сотрудникам Центра гражданской защиты пришлось буквально вырезать из салона водителя 99-й модели «Жигулей». На улице Спартаковской за Волгой он въехал в стол. Если люди в праздничные дни страдают из-за переизбытка алкоголя, то домашние животные страдают из-за самих отдыхающих людей. Количество потерянных собак в эти дни возрастает в десятки раз. Многие убегают в ночь с 31 декабря на 1 января, испугавшись грохота и взрыва фейерверков. Очередной год владельцы таких животных начинают с поисков питомцев. Многих находят в приютах и ветеринарных клиниках. Эту собаку с 8 щенками нашли в яме в Яковлевском переулке за Волгой. Беременную ее сбила машина, после чего она и забралась в яму, где благополучно родила. В будку по просьбе жителей переулка животные перенесли городские спасатели. Зоя Рыжкова, Василий Мосин, Городской телеканал.